Приветствую, друзья! На библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Может ли мать-мусульманка крестить своего ребенка? Ну, крестить, предположим, она сама не может, призвать священника для крещения ребенка, конечно, может, но батюшка спросит, а кто берет на себя ответственность за то, чтобы рожденный во Христе ребенок вырос бы христианином? Кто? Это самая мама-мусульманка, а почему она сама еще не христианка, если желает этого как благо для своего ребенка? Так что, конечно, в этом щекотливом случае появляются очень даже прямые и ясные вопросы. Зачем крестить из суеверия, крестить, чтобы отогнать какую-нибудь порчу, крестить для того, чтобы угодить какому-то человеку, желающему, чтобы был ребенок крещенный, чаще всего это бессмысленное намерение, ибо если подлинно мать уверовала во Христа, несмотря на разрыв со своими сродниками, мусульманами, принимает веру Христову, является уже в своем роде исповедницей, потому что часто это сопровождается проклятиями со стороны родственников, обрывом с ней всякой связи, отношений, а то и прямыми угрозами. Но вот тогда понятно, что она, крестя ребенка, принося его на крещение в храм Божий, или призывая священника в дом к себе заботиться о том, чтобы та благая часть, которую она себе избрала в земной жизни, стать участницей вечной жизни с Христом воскресшим, была участью и ее ребенка. Все лучшее детям, если у тебя явилась как свет Божий, вера в сердце, то и ребенок должен быть, конечно же, к ней приобщен. А если ты остаешься в своем чуждом христианству исповедании, если ты сама благо жизни своей полагаешь в верности законам шариата, зачем ругаться над таинством крещения, произвести в достоинство сынов Божьих дитя свое, а потом воспитанием и образом жизни извергнуть его из этого достоинства. Лучше не получать царскую казну, чем стать ее расточителем. Таковы не избегнет наказания, потому что лучше оставаться в своем неведении христианской истины, света евангельского, если ты еще не взыскала его всем сердцем своим, чем предать его такой фальсификации, такой профанации, причем на своем собственном ребенке. Конечно же, предположить, что себя мама обрекает на вечное отчуждение от Христа ради того, чтобы не терять мир со своим семейством, а ребенку хочет подлинного блага, но здесь тоже очевидны какие-то спутанные ценности, и для человека его земное благо и земные связи оказываются важнее его небесного призвания, тем более, если оно уже явилось, и вера во Христа как в истинного, воплотившегося Бога, и спасающего нас своим крестом и воскресением, избавителя от власти, греха и смерти, что может тогда земное остановить человека на пути собственного крещения и исправления жизни, так, чтобы она была направлена ко Христу в его вечное царствие. Так что без этих высоких и подлинных оснований крещения ребенка любой матерью, является неосновательным, является такой бомбой замедленного действия, направленной против самого ребенка. А достачестно ребенка в том случае крестить, когда есть крестный для мальчика, крестная для девочки, которая берет на себя перед церковью ответственность за христианское воспитание в помощь родителям. И таким образом, причащая младенчика, возможно, часто с первых месяцев его жизни, с момента его крещения, в большинстве храмов священники, совершив крещение над младенцем, тотчас миропомазав его, и причащают цветы христовых тайн, корове христовой, в которой ребенку сообщается сам Господь наш. Вот на такие последствия крещения настраиваться должен. Если его этого настроя нет, то, конечно же, и крестить было бы совершенно неуместно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok